В Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке организовали встречу с полковником Евгением Южалиным. Этот человек был лично знаком с космонавтом Андрианом Николаевым. 5 сентября республика отмечает день рождения знаменитого земляка. Кто шагает дружно в ряд? Конечно же, ребята из отряда юных космонавтов Space. Уже с самого детства ученики средней общеобразовательной школы номер 10 имени Андриана Николаева начали проявлять интерес к космосу. Организатора мероприятия пригласили на беседу полковника Евгения Южалина. Который рассказал о том, каким был Андриан Николаев. Первая встреча с Андрианом Николаевым стояла с 25 марта 1960 года на Байконуре, в 20-м центре. Когда первая ударная шестерка прибыл к нам перед запуском последнего Востока, 5-го Востока. Это были очень такие молодые, симпатичные люди, летчики все. Примерно одного возраста. Все они одинаковые и все разные. Одинаковые по росту, по возрасту, но все разные по характеру. Он немножко был так замкнутый, спокойный очень выделялся Николаев из общей группы, в отличие от Быковского, от Гагарина. Вот это была первая встреча. И хотя ученики школы имени Николаева почти наизусть знают биографию великого земляка, им было очень интересно послушать воспоминания человека, лично знавшего Андриана Григорьевича. Я хочу здесь отметить такую черту его, когда его готовность прийти на помощь любому человеку. Любому. Будь то, значит, там непосредственно с отряда космонавтов, или там тот человек, который именно, как бы, всегда выходил за свою возможность оказать какую-то помощь, значит, другим людям. В отряде юных космонавтах есть и свои традиции. Школьники активно участвуют в разных конкурсах, посвященных космонавтике, и занимают там призовые места. 5 сентября ученики нашей школы отправляются в родную деревню Андриана Григорьевича Николаева, где посещают музей космонавтики. Андриан Николаев стал человеком-легендой при жизни. Лучшего для школьников примера служения Родине трудно найти. Татьяна Белова, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова